А благодаря этим людям я могу продолжать делать для вас видосы, так что и вы можете меня поддержать на Boosty по ссылочке в описании. Спасибо! Но я с этой студией знаком слабенько, потому что я играл в единственную игру от них, это Act of Aggression 2015 года вроде как. Кстати, про Act of Aggression у меня на канале есть видео. Ну а сейчас я хочу вместе с вами впервые прикоснуться к Act of War. Я поставил для неё парочку фиксов для широкоформатных мониторов и русификатор. Правда, есть небольшая проблема. Русификатор только текста. Я нашёл русификатор звука, роликов, но они почему-то не переводятся. Я не знаю, что не так с этим русификатором, но как-то так. Ну что, поехали, новая кампания. Сложность давайте поставим. Ну, допустим, обычная. Поехали. Первый заход, так сказать, в игру от меня. Если вы играли в игру, поставьте, пожалуйста, палец вверх под этим видео. Посмотрим, сколько таких олдов у нас на канале. Так, где-то в Ливийской пустыне. Если что, у нас игра про бравых американцев, которые спасают мир от всяких террористов и так далее. Ну, классика. Игра в стиле генералов и очень сильно, кстати, напоминает тех самых генералов, которые CNC. И в своё время игры сильно сравнивали. Но у неё свой шарм у этой игры и свой отличительный геймплейный элемент есть. Здесь очень много, многими способами можно зарабатывать себе деньги. И это классно. То есть можно брать пленных и их продавать. Можно разные источники дохода, банки там грабить и прочее, прочее, прочее. Что довольно круто. Так, мы охотимся за неким генералом и мадом Казимом. Кстати, обратите внимание, ролики очень классно сделаны и... Как это? В лучших традициях CNC игр. Блин, прикольные ролики. Но, с вашего позволения, скорее всего, их уберу, потому что, ну, это не самое интересное здесь, да? Так, вот наш отряд бравых бойцов. Поехали. Кстати, классно мне понравилось как из ролика. Всё перешло в геймплей. Очень клёво выглядит. Так, у нас есть герой по имени Дже. Хе, очень забавный имя у чувака. Блин, тут... Всё ещё продолжает ролики играть, охренеть. Так, поехали, бойцы, вперёд. Заходим. Зачищаем эту территорию от террористов. Так. Ну, поехали, посмотрим, что у нас тут с врагами. Да хрена, слушай. Ну, наши бравые морские пехотинцы справятся с этой проблемой. Так, нам надо зачистить эту местность. Отлично. Здесь полно террористов. А мы, как бравые американцы, спасём всех. Так, нам надо идти... Козиму. Его надо захватить, получается. Капец, у них есть РПГ-шеры. Чуваки с РПГ. Так, у нас тут есть площадка с вертолётом. Есть. Капец, у врагов, мама родная. А у героев что умеет делать? Спрятаться можно. Так, они улетают, походу. Я, конечно, ни на что не намекаю, но враг, походу, улетает. Так, хорошо. Проходим, 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 бойцы. Эту зону надо зачистить от всех террористических отродей. Капец, их тут много, юмой, одни террористы. А можно вот этот ролик слева... О, спасибо. Только хотела сказать, а можно ролик слева сверху убрать? Он меня слишком смущает. Блин, конечно, это да, это РТС-ка. Тут никакой тактической глубины, ничего. Просто бежим, стреляем, так сказать. Идёт зачистка. Почему они качаются, как в генералах? Круто. Так, Козим, всё. Как его в плен-то брать? Ползать. Ползать. А, взяли уже, да? Всё. Ну что, Козим, стебай штаны. Захвачена цель плюс 0 долларов. Класс. Шикарно. Так, что это такое? Меню разведки. Так, всё. Цель выполнена, бойцы. Отличная работа. Блин, мне очень в игре нравятся ролики. Они прям классно сделаны. Видно, что разработчики старались, знаете, такой... Чистый такой... Киношку показать в стратегии. Прикольно выглядит. Но мне больше интересно, конечно же, здесь, как с точки зрения самого основного геймплея, как там постройка базы, добыча ресурсов, вот это всё. Но мы сейчас с вами буквально пару-трой комиссий заценим, а там разберёмся. Причём посмотрим ещё, наверное, и другие фракции, потому что здесь не только одна фракция, здесь их несколько. Так, ну что, несколько дней спустя Хьюстон. 12.45 часов, суббота 20 мая. Здесь, знаете, вот у меня такое ощущение сейчас, вот как я играю в этот Act of War, здесь создаётся у меня личное такое впечатление, как будто я в Call of Duty какую-то играю, ну прям один в один. Только тут живые актёры. Очень классно выглядят ролики. Хоть и видно, что на зелёном экране всё снято, но тем не менее. Моё почтение, постарались. Даже камера ракурса нужный берёт. Класс! Так, ну короче, у нас произошло какое-то, какой-то взрыв. Так, наша задача, это доехать до нужного места. А мы можем по машинам? Нет. Пешочком идём. Ну пошли пешочком, бойцы. Сейчас я думаю, мы эту миссию пройдём и пойдём на какие-то другие миссии заценим, которые более стратегические. Ну классно, что здесь такие есть миссии, где вы отрядом бойцов двигаетесь. Это у нас кто? Опергруппа, команда там всякие. А причём, обратите внимание, они сейчас в тактической какой-то одежде, да, городской, как спецназ. А не просто в такой милитарной одёжке. Тут и гражданский есть. Пикетчик, гражданин разозлён мировым форумом. Гражданин, тебе объяснить и напомнить твои права? Так, ну ладно, погнали. Посмотрим, что у нас тут на перекрёстке. Полиция тут тусуется. Всё чётко. Так, идите на улицу Мэппл. Так, погнали Букигемскому дворцу. Неужели сейчас будет какой-то террористический акт? Дайте угадаю вам. Сейчас 100% какая-то срань произойдёт. А, бунтует, бунтует. Бургеры по 5 долларов, это дорого. Я хочу мою картошку фри. Так, цели всякие есть. Мда. Блин, слушайте, я реально как будто в Call of Duty играю. Вот один в один. Круто. Так, идём дальше. Блин, мне нравятся они вообще... Вот с точки аудиовизуальной точки зрения игра офигенно. Я говорю ещё раз, напомню, я впервые играю в эту игру. Я в неё ни разу не играл ещё. И вместе с вами я хочу, так сказать, её просто заценить, посмотреть, показать. Для тех, кто тоже не играл. Так, у нас вот есть охрана короля. Хорошо. Британские полицейские. С прокачкой есть охрана короля. Так. Сейчас какая-то жесть будет, да? Смотрите, ролики прямо во время миссии. Круто. Ох, уж эти британцы. Вечно им побунтовать бы. Не то что у нас в Америке. Да, толпа сумасшедшая. Блин, жалко ролики не переведены на русский. Было приятно послушать её русскую речь. Да, тут кто-то из них, может быть, цару-жен вполне. Какая напряжёнка идёт, да? Ну, поехала. Ну чё, бой туда сегодня заварушкой или как? Или просто так спецназёров сюда согнали? Надо ж им зарплату отрабатывать? Блин, не, ну с роликами прям реально моё почтение. Как будто кино смотришь. Круто сделали. Очень круто. Напряжение, полёты камеры. Всё как надо. Я не знаю, кто оператор в этой игре, но он прям молодец. Прям в лучших традициях киношки. Круто сделал. Так, политики приехали на какое-то собрание, а террористы, судя по всему, сейчас будут делать свои грязные дела, да? Опа, Ксюха, ну поехали. Чё-то как-то тихо. Это же АКСУ, она должна громче. Ну понеслась моча по трубам. Я так и знал, что нельзя доверять этой тупой толпе. Так, ну что, поехали, мужики. У нас много работы. Я специально не засматриваю ролики, потому что... Ну это ж не прохождение. Чёртовы террористы. А кто это такие? Да, слушай, реально террористы. Мужики, мужики, работаем, работаем. Их слишком много. Нам бы какое-то укрытие занять. Ну ладно. Думаю, так разберёмся. Так, там полицейские сражаются. Ну как сказать сражаются? Скорее отъезжают. АК-74 солдат. Отлично. Они назвали солдат просто в честь оружия, которое носят. Шикарно. А там же были женщины с пистолетом УЗИшки. А наши ребята как зовутся? Опергруппа команда. Ну у нас типа да, у нас крутые ребята. У нас команда. Чисто все шварценеггеры, да? Так, всё. Сектор клир. На барабане. Так, он там. Скорая поехала или полиция? Не совсем. Отлично, молодцы. А, это скорая. Я видел, как скорая людям помогает. Может быть не будем возле скорой лечиться парня? Она как-то людям не очень помогает. Вот этот парень точно жить после этого не будет. Шикарно. Вот это скорая. И лечит, и калечит одновременно. Ладно, поехали, мужики. Сейчас я дома после этой миссии мы какую-то рандомную миссию выберем, где можно будет просто строить здание и так далее. А, это наше менюшка, я понял. Тут вижу какой-то вот значок с орлом. Такой красавинький. Так, там террористы, я слышу, где-то. Они на машинах, а пикапы. Хренеть. Ещё террористы. Так, команды зачистки, погнали. Так, там какая-то машинка, да? Европа. С Евросоюза. Лимузин Кингмана какого-то. Ща мы его найдём. Кто этот ваш Кингеман? И чём тут творит? Блин, слушайте, если честно, такие ролики нужны вроде как в шутерах от первого лица. А мы играем в стратегию. Серьёзно. Они слишком круто сделаны для этой игры. Вот серьёзно, слишком круто. И, кстати, ребят, если вы знаете, как русифицировать эти ролики так, чтобы они нормально работали. Если что, у меня стимовская версия игры. Ну, если вдруг кому интересно. Я сейчас запустил именно стим-версию игры. Если вы знаете, как это правильно русифицировать, чтобы я там, возможно, когда-то в далёком будущем сделал прохождение этой игры. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, короче, мы нашли трупы. Охранников убили. Всё очень плохо. Лондон немного спустя. Я, с вашего позволения, сейчас немножечко прыгну вперёд по времени, наверное. Там, где мы уже играем за армию, наверное, да? А не за спецназ. Так что, с вашего позволения, давайте немножечко зайдём на другую миссию. Опять же, я говорю, это не прохождение, так что я могу такое себе позволить. Давайте возьмём миссию «Снова песок между пальцами». Вот он выглядит, как будто миссия, где мы можем что-то построить. О, да, это миссия, где мы строим. Шикарно. Так, медиваки у нас есть. Штаб есть, шикарно. Команды-центр. А вот наши джи, джеффри. Так, у нас есть баги. Круто. Так, ну, слушайте, уже неплохо. Уже прям неплохо. Вот у нас есть карта. Всё, можем строиться. Отлично. Так, давайте парочку баги заделаем. А казарма у нас есть или нет? Или только технику можно устроить. Сейчас, думаю, нам и штаба позволит создавать. Так, это кто у нас такие? Это у нас страйкеры. Но они вроде как противотанковые. Так, медиваки тут у нас летают. Есть баги, кстати. А, солдат можно много засадить сюда, да? Старший сержант Джефферсон. Давайте сюда солдат немножко засадим. Пусть они у нас, так сказать, позанимаются обороной этого периметра. Так, остальных давайте-ка всё-таки по баги рассадим. И же можно сюда посадить, да? Да, можно. Нет, стоп. Вот это давай. Выходи. Слушайте, классно. Так, давай в баги. В баги. Можно твоих бойцов в баги засадить, да? Хорошо. Тяжелые снайперы. Слушайте, а вы давайте с Джеффри там немножко придёте, разведайте. Поехали. Займёмся разведкой. Уже тяжелые снайперы, значит, должны очень тяжело себя вести. Так, штаб. О, можем брать эти бульдозеры. Слушайте, реально, это прям, ну, один в один генералы. Шикарно. Вот у нас здесь выехал конструкторский дрон. Так, что можно устроить? Так, можно строить штаб. Нефтезавод. А зачем он нам нужен? Деньги привозят, видимо, да? А у нас есть месторождение нефти, откуда деньги добывать? Видимо, нет. Это что такое? А, вот, центр до дальних операций. Он позволяет нам что? Тех же дронов строить, да? Единица создания дронов. Я понял, то есть это вот этот, наш конструкторский дрон. Так, а тут мы можем буровую. А буровую, наверное, только на месторождениях нефти надо делать, да? То есть у нас тут нельзя это делать. Нам надо разведать местность. Так, что ещё можем делать? Я хочу казармы. Центр дальних операций. Ну, пусть будет центр дальних операций. А, стоп, это же он есть, да? Да. Так, а казармы? Казарма? О, а хочу казармы. Вот, хочу пехотинцев делать. Потому что у нас тут Джеффрин с двумя снайперами, и на этом всё. Так, пошли разведаем. Надо найти месторождение нефти. Мышь Америка, как-никак. Йокаламоне. Где, сука, нефть? Надо срочно её найти. Так, снайпера кого-то нашли? Или мне показалось? Так, ну, ребят, поехали. Да, вон враги я где-то вижу на миникарте, вон. Так, мужики. Огонь, вы же снайпера. Так, Джефферсон, давай там это... Не торопи события, пожалуйста. Не торопи события, Джефферсон. О, не в зданиях. Жесть. Пусть они прям везде. Так, а вот я вижу у нас месторождение нефти, да? То есть у нас их несколько штук. Угу. А мы тут можем проехать, кстати. Не, ну нам, по идее, надо же какую-то точку достичь, да? Да, вот сюда. Вот, месторождение нефти, хорошо. Ну, поехали, нас много, ребят. Всех не убьют, так сказать. Всех не убьют. Так, а пока вы едете, я создам немножко солдатиков. Пригодится, свежее мясо. Так, поехали, мужики. Тут вон есть саркетчики, снайпера разберутся. Блин, тяжело снайпера, топовые ребята. Опа, поехали. Так, Джеффри, не умирать. Ты мне нужен живым. Хорошо. Блин, слушайте, а красиво выглядит игра. Несмотря на то, что она довольно древняя. Какого года эта игра? 2005-го? О, а вот и нефтянка. А мы ее что, снести должны обязательно? А может быть, просто захватим ее? Подожди, цели. Уничтожить все сооружения врага. И Джефферсон должен выжить. Да, кстати, вот герой должен жить. Видимо, нам надо тут все снести. Как я правильно понял. Так, снайпера, давайте на вышку. А там разберемся. Так, солдатики выходят. Хорошо. Так, а мы еще можем строить тяжелые снайперы. Кстати, я бы сделал пару еще таких солдафонов. Они крутые. Так, ну хорошо, это мы сделали. Давайте разведайте, что у нас тут еще. Не может же быть тут все так радужно. Ну вот, техника врага есть. Отъезжаем. Так, а ну высаживай бравых солдат. Поехали. Поехали, мужики. Что это такое? Тунгуска? Это что, русские тут что ли? Мне кажется, это типичная игра, где мы сражаемся со злыми русскими. Это уже как-то, знаете, не смешно. Типа, сколько игр таких уже было? Так, скважина зачищена. Хорошо. Так, солдатики, давайте в здание. Попробуем с дома что-то сделать. Поработать со здания. Но я так понимаю, здесь как в тех же генералах, можно садиться и все будет классно. Так, дальше. А, дроны у нас тратятся, получается. Да, то есть они строят здание и тратятся. Ну или типа того. Да, вот у нас нет строительных юнитов, неактивных. Так, тут мы давай, наверное, наших бравых солдафончиков что? Заберем со страйкера. Ты давай, езжай сюда. И мы тут построим буровую скважину. Во! Отличное место для буровой. Получается нам нужен еще один дрон. Для таких нужд. Еще одного дрона сделаем. Ну, раз они у нас, получается, тратятся, да. А вертолет может, кстати, у нас таскать народ или нет? Вроде могут. А ну, давай посмотрим. Не, не могут. Походу, я не особо ему. Так, давай страйкеры. Вы вроде все должны залезть. Не, не все. Ну, почти все. Вы, значит, давайте на вышке посидите, парни. Так, все, дрон пошел строить. И здесь мы тогда делаем нефтезавод. Блин, далеко. О, а можно тут сделать нефтезавод? Да. Давай сразу тут сделаем нефтезавод, типа. Получается, мы тут добываем нефть, и ее надо перетащить на нефтезавод, если я правильно понял. Да? Смотрите, мы должны выбрать строительного юнита. Это понятно. На карте рядом с месторождением. И можно строить несколько дронов. Ну, хорошо, это все понятно. Тут довольно все просто с этим делом. А технику чинить, кстати, можно? Вот у нас есть один юнит поврежденный. Так, страйкер, давай сюда. Тут у нас пара бойцов на всякий случай сидит. Кстати, давайте сайперов тогда сделаем. Штуки 4 снайпера. И давайте еще салдафонов. Даже не 4, а 2. Так, что тут можно сделать? Можно прокачать, видите? Стингер на багги поставить. Давай, Стингер. Все. И салата можно какую-то прокачку дать. Не, нельзя. Меню разведки можем сделать. Починка, ремонт. Так, не понял. И как? Ну, о функции. А, типа, мы можем посмотреть, что в этой миссии доступно нам или что? Вроде как так. Так, ну хорошо. Вроде как дело сделано. Вот. Развозит танкеры, нефть конвертируется в фонды. Все, вот у нас танкер привозит нам деньгу. Типа, типа, харвестер получается. Ну так мы построили. В чем проблема? Поставьте центр передовых операций возле скважины. А, нам нужен еще один центр. Ну как бы давай, я не против. А раз надо, значит надо. Так, поехали разведать обстановку, что у нас тут еще происходит. Тут по-любому должны быть враги где-то. Прямо жопой чувствую. Я совершенно американской жопой чувствую. Вот враги есть. Это что, казарма? Мотозавод. И АМХ. Так, заезжаем, давай. Заезжай, 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 страйкер, не тупи. Блин, там баги мешают. У нас тут солдаты есть, их надо выгрузить. Так, как выгрузить? Ага, выгрузить. Все, бойцы, поехали. Там дрон пока приедет, солдаты пока приедут. Пока это все произойдет, 10 тысяч лет пройдет. Так, а ты страйкер, наверное, давай за нашим пехотинцем метнись. Они нам тут нужны. Хорошо. Ага, вряд ли он это сделает. Это, кстати, очень круто, что тут юниты друг другу мешают. Классно. Это то, чего мне, кстати, в тех же генералах сильно не хватало. Потому что юниты там сквозь друг друга всегда проходят. И это немножко странно выглядит. Игра-то вроде с упором на реализм, а такой бред. Огонь, 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 бойцы. Заходите туда. Зачистка, поехали. Все, понеслась. Так. Нет, неужен ты. И тут надо построить у нас... Вот эту штуку, да? Центр дальнейших операций. Вот так. Все, поехали. Тут перестрелка идет. Ага. А бункеры жесткие. Всю технику нам убили. И даже вышку взорвали с солдатами. Охренеть, вот это два бункера. Ну, слушайте, так как мы с тылу заехали, может быть, у нас что-то получится. А, мы уже это сделали. Мы уже все сделали. Хорошо, сделаем. Ммм, то есть можно делать больше танкеров и больше денег бум. Давай еще одного. Хорошо. Так, у нас враги нападают какие-то, но они в стелсе. Это как? Как так-то вообще? Так, автосохранение. Хорошо. У нас нападают какие-то враги, но они в стелсе. Вот они, кстати. Так, мужики, поехали. А что это такое? Фенеки. Хорошо, давай почистим их. Они тут на нашу базу идут. А у нас на базе никого нет. Ну, баги парочку. Пару баги осталось. Ну, а на баги, думаю, справиться. Слушай, они реально идут к нам на базу? Охреневшие. Так, вы деф-эти тогда. Так, солдафончиков сюда. Наши, наше командование не понимает, как враги так быстро взяли и исчезли с радаров. Типа, что происходит? Круто. Ага, сделаем. Сейчас дрона построим сначала. Давай тогда сразу двух. То есть нам надо организовать оборону. Сделаем. Типа, враги какой-то стелс научились. А как научились, непонятно. Вот просто в стелсе и все. Вот просто нам сказали, враги научились в стелс. Окей. Шикарно. Так, как это делать? Ага, вот. Турельку можно строить. Давай, одну сюда. А одну на той базе сделаем. А вот он, дрон, поехал. Слушайте, быстро они выходят. Не как эти у нас были, помните? Не как в генералах, короче. Так, давай сюда ракетную вышку. Вот так, на вход прям. Влепим, пусть будет. Все, готово. У нас тут, кстати, есть техника еще, прикрывает нас в стылу. О-о-о-о. Круто, их можно улучшать. Шикарно. Блин, капец, вот такой сюжет идет, такие переговоры, и реально не хватает русификации. Очень не хватает. Блин, капец. Так, можно сделать прокачку полевой разведцентра. Принесли доход, когда внутри заключенных. Во, можно заключенных брать себе. И таким образом надо было деньги. Так, вот еще одна нефтекачалка. Слушайте, прикольно. Можно мне поиграть за другую фракцию? Сейчас вот я хочу немножечко просто запустить и посмотреть. Тут у нас же есть обычное сражение, да? Типа, вот армия США, консорциум и опергруппа Коготь. То есть у нас есть три, получается, фракции. Я прям, ну, искренне удивлен, на самом деле, сколько здесь в игре контента. И прям сейчас сижу с открытым ртом и думаю, блин, какого хрена я вообще пропустил эту игру, когда она только выходила. Вот как это вообще мимо меня прошло. Так. Так, подожди, а дронами мы же вроде как уже командовали. Это получается типа как США, но только мегамощная, да? Подожди, то есть это фракция... Ну, подожди, а мы же за них играли. Типа, это какие-то как опергруппа, да? О, ну, давайте еще раз в бой. Опергруппа Коготь, да. И у нас есть армия США, стандартная. Давайте просто армию США. А, мы можем без бота даже запустить. Это, правда, очень странно. Типа, карту без бота запустить надо. Да, мы отличаемся. То есть у нас есть Девкон 1, Девкон 2, Девкон 3. Вот здесь разные здания. Это именно США типичные. Да, я понял. И у нас получается что-то типа этих... А, ну все, мы можем играть. То есть у нас тут типичные тракторы, как в США, да? Вот здесь Девкон 3, 2, 1. Те по уровню опасности, получается, они отличаются. Нефтезаводы, штабы, казарбы. Ну, короче, все то же самое, да? Бункер. Прикольно. Куча зданий всяких интересных и так далее. Хорошо. И у нас здесь, получается, третья фракция. То есть у нас, грубо говоря, в этой игре США, США и консорциум. Ну, типа того получается. Так как, по сути, вот эта вот опергруппа и США, это, ну, типа... Разные фракции, типа. О, вертолеты. Ми-17. Ну да, это типа русских. Что-то типа русских. Казармы. Ну, типа. Не совсем тут и понятно это, что русские, да? Ну, типа. Может быть, это террористы, которые просто пользуются советским вооружением, советской техникой. Ну, типа, хрен его разберет. Думаю, в комментариях вы меня поправите, потому что, ну, это другая фракция. Тут нет ни серпа, ни молота, ни флага с триколором, да? Ни хрена. Типа здесь вот просто пацаны с АК-74. Пацаны с корнетами. Это противотанковые, да? И земля, воздух, ракеты. Они даже на английском разговаривают. Wedding orders. Ну, типа, как какая-то фракция постсоветская, типа террористов, может быть, каких-то. Это как будто Джилей из генералов, как я правильно понял. Ну, возможно, я ошибаюсь, да? Потому что, я еще раз говорю, я в игру играю всего полчаса. Так что, на этом, в принципе, все, ребят. Спасибо, что пришли, посмотрели видео. Может быть, поностальгировали. Для меня этот запуск игры был вообще первым. Потому что в игру я не играл. Мне было интересно ее заценить. Так как я много хвалебных отзывов о нее слышал. И много обзоров на ютубе всяких тоже видел, да? Что, типа, вот игра классная. Поиграть, это жемчужина стратегии в реальном времени. Что она уделает обе лопатки даже генералов. И, честно, в каком-то плане представление геймплейной фишки, возможностей и детализации в этой игре лучше, чем в генералах. Ну, и эта игра вышла позже генералов, насколько я знаю. То есть, она в 2004, может, вышла, а генерал 2002 года все-таки выпуска. Так что, в принципе, если вы играли в генералов и хотите что-то похожего, но немножко по другим углам, можете присмотреться к Act of War. Но будьте, так сказать, бдительны. Потому что игра даже в Steam не поддерживает широкоформатные мониторы. Надо качать фиксы. Русификатора тоже надо где-то отдельно искать и устанавливать. И видите, у меня даже текст русифицировался, а ролики нет. То есть, что-то не так произошло с игрой. Ну, и, в принципе, могут быть какие-то проблемы, траблы на современных системах. Так что надо поискать фиксы и немножечко потанцевать с бубном. Но, в целом, игра работает, нормально запускается. И у нее очень крутые ролики, очень крутое представление. Прям по киношному крутое. И я бы даже с удовольствием, возможно, когда-то на канале игру прошел. Напишите в комментариях, хотели бы вы это увидеть у нас на канале или же нет. Ну, а на этом все. Если впервые она у нас на канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте переходить по ссылкам в описании. На нашу группу ВК, в дискорд канал и на твич, где мы стримим всякое стратегическое и не только. Всем удачи, командиры. Еще увидимся на полях сражений на нашем канале.